Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Только уверенный в себе, спокойный и самодостаточный человек так точно бьёт по шарам. Здесь счёт идёт не на секунды, а на минуты и часы расслабляющей игры на бильярде. Убедитесь сами, приходите в бильярдный клуб «Бест». Мы по-прежнему на Лепсе 4. Заказ стола 58-74-14. Бильярдный клуб «Бест». Командная игра индивидуальностей. Приглашаем в школу бильярда детей и взрослых. Индивидуальное и групповое занятие бильярдным спортом. Культпоход. В пятницу на часах 12.07 и снова в эфире культурно-познавательно-развлекательная программа «Культпоход». Здравствуйте. Ведут передачу сегодня Светлана Занько. Добрый день. И Владимир Сметанин. Добрый день. Ну, надо сказать славу и благодарность партнёру программы, бильярдному клубу «Бест». Ещё раз напомним, что это 9 столов американского пула, 6 столов русского бильярда, снукерный стол. К вашим услугам европейская и японская кухня, ежедневные, между прочим, скидки и акции. Клуб «Бест» — это ещё и школа бильярда для детей и взрослых, индивидуальные и групповые занятия. Если вы хотите провести корпоративный турнир по бильярду, то «Бест» организует его на самом высшем уровне. Адрес клуба «Лепси-4-2», справки по телефону 58-74-14. «Бест» — это прекрасное место как для романтических свиданий, так и для дружеского общения. Ах, как же захотелось на бильярде-то поиграть. Ты как к этому, Светлана, относишься? — Ой, я в своё время играла на бильярде, американский бильярд. У меня совершенно не получалось играть в русский бильярд. — Из-за того, что лозы такие, да? — Не знаю, из-за чего. Как-то технику не отточила, но от американский бильярд нормально всё шло. — А я в последний раз, кстати, брал Киев в руки в конце февраля. После, наверное, полуторагодовалого перерыва ничего не получилось. — Да, вот видишь, пора ли нам, да? — Надо идти в «Бест», тренироваться, так сказать, форму набирать. Ладно, культпоход. Мы чуть позже озвучим тот список призов, который у нас сегодня есть в программе. — Я бы сразу озвучила. — Сразу же? — Да, я так редко бываю в культпоходе. — Просто как-то неудобно гостей не представлять. — Нет, ты гостей приставь, а потом я расскажу про призы, ладно? — Хорошо. — У нас сегодня всё по-семейному. — Хорошо. Примчался только что к нам Дмитрий Шеляев, директор Центра современного искусства «Галерея Прогресса». Дмитрий, добрый день. — Добрый день. — Мы боялись, что не успеете, поэтому подстраховались. — Дмитрий, летающая машина. — Да, поэтому подстраховались и отвлекли от работы с новостями нашего коллегу Сашу Рассохина. — Здравствуйте. — Да. — А Саша непосредственный участник событий, о которых мы ещё тоже расскажем. — Ну, зритель, скорее всего, этих событий. — Во вторник как раз-таки Дмитрий был у нас в студии и анонсировал показ фильма в «Галерее Прогресса», который состоялся вчера, вчера, да, состоялся 16-го числа, под названием «Герой советского Нью-Вейва». Рассказ о таких группах известных до сих пор ведь известных, да? — Ну, я думаю, что для большинства они, возможно, и не столь известны, а для любителей музыки той эпохи и фанатов культуры той эпохи, наверное, да, известны. — Перестройка, Центр, Альянс, Ночной проспект, группа кофе, биоконструктор, игры и другие. Ну, мы имеем в виду «Нью-Вейв», новую волну на тот момент, да? — Ну, конечно, да. — Конец 80-х. — Сейчас-то один из участников фильма даже назвал, сказал, что сейчас-то мы, наверное, уже пост-Нью-Вейв. Вот что уже как дети той эпохи. — Или даже пост-пост-Нью-Вейв. — Да. — А сейчас, кстати, у Нью-Вейв есть? — Да, мне кажется, всегда какая-то новая волна есть, всегда приходят какие-то новаторы, которые приносят новые идеи и как-то вот шевелят вот всю эту массу консерваторов. На самом деле в фильме рассказывалось не только про представителей этой новой волны, но и про то, как зарождался рок-клуб в Петербурге, рок-лаборатория в Москве, об их различиях, и вообще о каждом годе с 80-го по 91-й, если я не ошибаюсь, музыкальной жизни молодых авторов. — Можно я сразу вопрос задам нашим слушателям? Так, чтобы сразу призы начали разыгрывать. Я каждый раз Культпоход слушаю и не могу дождаться момента, когда можно уже там приз выиграть. Позвоните нам, пожалуйста, 211-101, 211-101, и назовите свою любимую группу, которая играет в стиле Нью-Вейв. Любимая группа в стиле Нью-Вейв. И пару слов. Почему вы ее любите? Когда вы ее слушали, может быть, там чуть-чуть истории. — Не боишься, что сейчас могут нас обдурачить? — У нас есть два эксперта здесь сидящих. — Назвать имя несуществующей команды? — Нет, у нас сидят эксперты. 211-101, пожалуйста, звоните, называйте свою любимую группу, которая играет в стиле Нью-Вейв. И почему? Какую-то историю с ней связанную. И мы тогда разыграем замечательный призыв. — Давай, логично сейчас озвучить этот список. — Замечательный призыв. Во-первых, билет на двоих на концерт Томми Эммануэля, австралийского гитариста-виртуоза. — Очень известный. — 5 апреля, еще сегодня про него расскажем. Драмтеатр у нас есть. Золушка, 17 марта. Дядюшкин сон, 18 марта. Всегда билет на двоих. Театр на Спасской, пригласительный билет на два лица, 18 марта над Кукушкиным гнездом. Киномакс, пригласительный билет на две персоны. Три книги, о них я позже расскажу. Художественный музей имени Воснецовых у нас есть. И концерт филармонии завтра, 18 марта. С ребенком можно пойти. Мультляндия в 14.00. — Мультландия. — Ландия. — Ну, можно и так это произносить. — Да. И галерея Прегресса, пригласительный билет на двоих. — У нас есть звонок. Сейчас услышим о любимой группе нашего слушателя. Алло, да, добрый день. Вы в эфире, как вас зовут? — Добрый день, Николай. — Николай. — Мне в этом плане нравится «Аквариум», состав Бориса Гемчукова. Я тогда начал слушать, это мне такие, знаете, мистичные, философские измышления навевало. И очень интересная музыка. И, конечно же, доля протеста такого, такой старой савдепи была. — Это «Нью-Вейв»? — Ну что, «Аквариум» 30-летней давности. «Нью-Вейв»? — Мы, конечно, Борис Борисович Гемчукова очень уважаем. Ну и нельзя сказать на 100%, что это так. Но в фильме есть про это несколько кадров, посвященных творчеству таких групп, как кино. Борис Борис Гемчуков. Это называлось «Красная волна». Это когда Джоанна Стенгрей записала виниловую пластинку без разрешения спецслужб Советского Союза. И тут как раз в том числе был Борис Борис Гемчуков. — Можем и Николаю пристать? — Я думаю, что там об этом в фильме говорится. И об этом говорится. Значит, как бы можем дать. — Сейчас мы продолжим тогда. Николаев, вот нам разрешили эксперты вручить вам приз. Что вы хотите? — В кино посмотреть. — То есть в «Киномакс» выбирается? — «Киномакс». Отлично. Не кладите трубку. Наш редактор скажет, как собрать билет. — Саша, ну тебя еще хочу спросить. Ты вот как-то почувствовал? Мы забыли сказать, что Саша у нас музыкант тоже. — Но я не музыкант для начала. Я музыку не пишу. — Нет, сейчас просто понятие музыканта довольно широкое. Вот широкое. Я думаю, нормально упадывается. — Здесь вообще в этой студии только один не музыкант. Это я. — Ты почувствовал какую-то духовную, какую-то творческую связь с этими людьми, несмотря на то, что большой промежуток времени прошел? — Не знаю, какую-то связь с ними, себя с ними тяжело, наверное, мне было почувствовать. Я почувствовал связь, но, в принципе, она всегда есть того времени и той музыки. То есть понятно, что музыканты, они пытались как-то отобразить свои ощущения, свои чувства, свои эмоции и отношения к окружающей действительности через музыку в том числе. Ну и было интересно услышать, что повлияло на музыканта, в том числе и аквариум, в том числе и зоопарк, и там про то, как получали музыку из-за рубежа рассказывалось. И в том числе было удивительно, когда один из авторов группы «Биоконструктор», которая потом распалась на группы «Био» и на технологию. — Нажми на кнопку. — Да-да-да. Оказалось, что один из авторов этой группы, он в детстве, в 1978 году, он когда-то услышал «Крафтворк», и ты реально понимаешь, так вот откуда идут все истоки этой модели. — А технологии-то тоже не были, получается? — Да, он слышал по телевизору, причем была интересная передача. В 1979 году он, по-моему, услышал передачу о том, что «Как Новый год встречают в мире», и там было выступление группы «Крафтверк прекрасный». — То есть, да, это большая удача, на самом деле, для советского юноши услышать по телевизору, тем более по советскому телевидению, относительно зарубежную группу. — Это еще время, в каком плане интересно, пожалуй, стык 80-х-90-х, это была эпоха, когда можно было какие-нибудь интересные инструменты из зарубежа еще притащить. Синтезаторы, синтезаторы и так далее. — Есть такая ситуация внутри, что как бы через жанр и стынгрей был некий такой трафик, когда музыканты узнавали, что Россия играет «Новую волну», они стремились послать магнитофон, инструменты, ну вот все возможные какие-то вещи, которые способствовали реализации музыкальных проектов в этом направлении. — Меня всегда просто удивляло, в Советском Союзе самодеятельные коллективы играли на каких-нибудь гитарах «Урал», а более-менее популярные коллективы у них всегда были такие хорошие инструменты и импортные. — И создали свой русский «Нью Вейв». Он звучал совершенно по-другому, то есть они вдохновлялись, конечно, такими группами, как, например, «Джо Дивижн», «Нью Ордер», но они переосмысливают в своем контексте, потому что инструменты были другие, они сами это подтверждают. Ну, кстати, я хотел бы маленькое уточнение по поводу Бориса Бориса Геммельчукова, мы его все очень любим и уважаем, но вот если говорить точно, что такое «Нью Вейв», это все-таки группы игры, странные игры, авиа, телевизор, вот. Про то, что, в принципе, вот, ну и как бы биоконструктор, это дурное влияние, это то, что является и в музыкальном плане именно точно «Нью Вейв». Хотя Борис Борис Геммельчуков, конечно, был всегда новым явлением, являясь до сих пор. Это мы говорим о том, что вчера в «Галерее прогресса», правильно я понимаю, да, демонстрировался фильм, в котором были интервью и рассказывались о людях, которые участвовали в движении «Нью Вейв» музыкальном, да? Еще будет показываться? Я думаю, что покажем через какое-то время, но обязательно хотел бы отметить, что сняли совершенно молодые режиссеры, сняли очень профессионально, и то есть есть поколение преимущественности, которое уважает труд и явление музыкального вот этого пирога. Вот как раз, почему мы Сашу пригласили и спрашивали, потому что разрыв огромный во времени, поколение совершенно другое. Много было молодых, Саш? На самом деле основная, наверное, масса – это были молодые ребята от 18 до 35 лет, и в фильме было интересно показано и рассказано, что вот все эти группы 80-х годов, они в свое время распались, 90-х, ну, огромное количество, и очень многие стали снова соединяться. И был показан кадр с одного выступления где-то в Петербурге, там выступают мужчины, которым там 50, наверное, лет уже, и там танцуют на танцполе совершенно там молодые ребята 18-20 лет, и они подпевают, они знают эти песни. Молодые девушки в основном. Вчера были? Ну, нет, вчера были молодые юноши, в Киров показатель, а в Москве, то есть он выступал в группе Альянсе, было очень много молодых девушек, которые танцевали. И пели, ну, проговаривали слова этой песни. Ищут девушки, девушки что-то ищут. Сейчас прервемся, сейчас прервемся буквально на одну минуту. Спасибо, Саша, кстати. Спасибо, Саша. Спасибо, а Дмитрий Ширяев с нами остается. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Культ поход. Мы тебя не определяем. Продолжается культ поход. Только что вы услышали голос еще раз Дмитрия Ширяева, директора Центра современного искусства «Галерея прогресса». Светлана, что вы как в школе тянете руку? Потому что я же сегодня в гостях практически, я тут на месте Голикова сижу, но я отвечаю за призы, поэтому я хочу, чтобы люди как можно больше выиграли и устроили свой отдых, да, культурный отдых на эти выходные. Задаю вопрос. Отреть? Да, я должна же отчитаться перед тобой. Может, сначала книжки? Ты же поручил. Книжки, может, сначала. Сейчас, секундочку, подожди. У нас, правда, билет в Киномакс уже разыгран, однако у меня есть такой вопрос, это по поводу фильма, который сейчас вышел в прокат, и который активно обсуждался до его выхода в прокат, до такой степени активно, что пришлось Минкульту его отсмотреть, целой экспертной комиссии, и прийти к выводу, есть там гей-пропаганда или нет гей-пропаганды. Минкульт сказал, гей-пропаганды нет, поставил ярлык 16+, и выпустил фильм в прокат, и мы с удовольствием теперь можем посмотреть, о каком фильме идет речь. 211-101, номер телефона прямого эфира, книги, билеты в театр и в музеи, и на концерты, пожалуйста, мы сейчас разыгрываем. 211-101. Если вы слушаете эхо, вы, безусловно, об этом знаете, о каком фильме идет речь. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Олег, мне кажется, это сильно касается чудовища. Правильно, Олег, и мы вручаем вам приз, что бы вы хотели. На ваш выбор, что вы хотите. Если можно, билердный клуб Бест. К сожалению, мы сами не разыгрываем. Билердный клуб Бест. А, не разыгрывайте. У нас есть музей, театры, книги. Концерт гитариста известного, который два раза на Грамме номинировался. Да, 5 апреля, да. Если можно, а книжки у вас есть? Книжки у нас есть. Вот пришло время раскрыть карты. Какие книжки? Значит, первая книга называется «Город не принимает». Написала ее Катя Пицик. Книга для взрослых, потому что содержит нецензурную лексику. Да, известная писательница. Есть книга Гиппенрейтера «Счастливый ребенок». Это очень крутой психолог. Он пишет про воспитание детей. Замечательно, если дети у вас есть в семье, и встают вопросы как раз по его воспитанию. Это чудесное приобретение. И есть книга Патрика Несса «Голос монстра». Там тоже про ребенка, но все-таки не совсем, наверное. Такая тяжелая книга детям читать не стоит, а вот взрослым очень даже полезна. Если можно, вторую. Вторую? Вторую. «Счастливый ребенок». Гиппенрейтер. Да, не кладите трубку, продюсер вам скажет, как забрать ее. Как ты сказала, авторозаводка книжки последней? Несс. Патрик Несс. Просто сегодня день Святого Патрика. Ой, кстати, а правильно я понимаю, что теперь русская православная церковь этого святого и у нас узаконила, и теперь у нас тоже будет день Святого Патрика? Ну, это прекрасно. Замечательно. Если это так. Хорошо, давайте все-таки к деятельности галереи-то перейдем и будем анонсировать уже те мероприятия, события, которые в ближайшее время состоятся. Дмитрий, заинтересуйте нашу площадку. Можно начать с первого блюда, потом перейти ко второму. Второе, я думаю, массовое явление, не менее интересное, но все-таки начать с выставки, потому что мы к ней готовились какое-то время. Мы хотим, как всегда, нарушить традицию. У нас почему-то, ну вот если художник рисует, и есть какая-то экзаменационная работа, всегда рисуют вятские пейзажи. Это по-своему прекрасно, но мне кажется, чтобы больше получать вдохновение посетителям и экспертам, было бы прекрасно, если бы наши ученики сдавали экзамен по живописи, допустим, морских пейзажей. Тем более Грин отсюда родом, много писал про море и вдохновлял и нас, и всю нашу прекрасную страну. Мы открываем выставку Геннадия Носкова, и тема – это краски из Средизена на море. Самое время, так хочется этих красок. Ну да, от зимы, от этих снегов, от серых тем более, очень сильно устаешь, и весна, когда вот на пороге, хочется еще вот вдохновиться чем-то, чтобы это помогло тебе дожить до лета. И вот это как раз выставка будет про это. Геннадий чем интересен? Интересен тем, что он учился в Кемерово, колледж заканчивал там, ему 63 года, он является художником в ВИАД ГГУ. Он уроженец Кирова? Уроженец Кирова, да, уроженец Кирова. И всегда интересное влияние каких-то других школ и представление их как бы здесь, в нашей области. Как вы его нашли? А когда есть точка некая, которая притягивает людей, так же, как братьев Дорофеевых, то есть люди приходят и говорят, здравствуйте, вы нам нравитесь, мы хотим участвовать и дружить с вами. И мы так знакомимся со всеми людьми. Когда откроется уже? Выставка откроется 20, это будет, это среда, среда у нас, сейчас секундочку, 22 марта и как всегда в 19.00 будет общение с художником, звуки моря и очень много живописных хорбок связанных с морем. Это на разные причем сюжеты, это и прегрязовое состояние, как бы и солнце налитым, как бы пейзажи. И вот, поэтому 22 марта в 19.00 всех ждем на открытии выставки. А нет, все-таки вот анонс я читаю на сайте галереи прогресса, все-таки Геннадий родился в Ростове-на-Дону. В Ростове-на-Дону родился. Но переехал в Киров в 1986 году. И с тех пор у нас здесь живет. У нас есть на сегодняшний вечер билет в драматический театр, Володь. Давай его срочно разыграем, пожалуйста. Кто сегодня вечером хочет пойти в театр? Задай вопрос. 18.30. А может Дмитрий все-таки задаст на права гостя? Вопрос. Нашим слушателям. В смысле на любую тему? Да, на любую тему вопрос. Желательно не шли ском сложный, чтобы наши слушатели могли... У нас даже слушатель уже готов ответить. Догадаться. Быстренько. Уже даже есть телефонный звонок. Или время дать наподумать. Лучше наподумать. Наподумать. Ну, хорошо. Я заготовил пару-тройку вопросов. Я сегодня решил снова пройти по дням рождения. По дням рождения известных людей. Вот такой человек, как Курт Фогель Рассел. Вам о чем-нибудь говорит это имя? Кто этот человек? Ты можешь поговорить уже со слушателем. Курт Фогель Рассел. Поговори со слушателем. Алло, добрый день. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Евгений Васильевич. Евгений Васильевич, ну вот знаменитый американский актер Курт Рассел сегодня празднует свое 66-летие. Ну, как известно, прославился он в 80-е и 90-е. Вычастием в боевиках. И не только. Да, не только в боевиках. Замечательный фильм у него есть «Авария». Помнишь такой, когда они с женой едут, и жену у него крадут, а потом он ее освобождает. В общем, такой экшен такой замечательный. У меня вопрос про другой фильм. Этот фильм я лично посмотрел где-то в начале 90-х. Так. А вышла картина в 1989 году. Называется она «Танго и кэш». Помните такой фильм? Там Курт Рассел играет полицейского, а напарник у него тоже полицейский, Сильвестра Сталлоне. Вот. И фильм меня очень заинтересовал тогда. Ну, такой типичный боевик. И гораздо-гораздо позже я узнал о том, что режиссером этого фильма являлся, это меня очень удивило, режиссер российский. Он уехал в Америку работать. И вот ему каким-то образом таким досталась работа в этой картине, над этой картиной. Я прошу вас назвать имя, фамилию этого режиссера российского. Какой ты сейчас называешь фильм? «Танго и кэш». Да. Очень известный. И он, кстати говоря, брат еще одного известного режиссера российского. Да. У этого российского режиссера целая программа сейчас есть. Ну, я понял. Это вы Кончаловского имеете в виду? Да, конечно, абсолютно верно. Андрон Кончаловский. Именно он снял в 89-м году этот фильм. Но, правда, не целиком снял. У него там разногласия потом вышли с заказчиками. Другой все-таки доснимал эту картину. Но вот все-таки именно Кончаловский считается главным режиссером этой картины. Абсолютно верно. Что вы хотите получить в подарок? А тут вот Ксения Станиславовна, вот «Голос монстра». Лицарева, делала программу «Дай почитать» по книге «Голос монстра» Патрика Несса. Да? Да, да, да. Книжку забираете? Совершенно верно. Хорошо. Хорошо, мы вас подравляем. Не кладите трубку. Не кладите. Жуткая и страшная, добрая и глубокая книга о смерти, любви и правде и о том, как невыносимо больно терять близких. Книга уходит нашему слушателю. Ну, кстати, эти и другие книжки, о которых рассказывает Ксения Станиславовна в программе «Дай почитать», вы можете найти в магазинах «Читай город». Во-первых, это Преображенская улица, 65, торговый центр театра, либо Ленина, 103А, торговый центр Крым. Все верно. Продолжаем разговор. У нас гость. Дай смыслный вопрос. Да. Созрел. Да. Ну, хоть и с небольшим опозданием, но никогда не поздно об этом говорить. И вот все главные и известные площадки современного искусства, и зарубежные в том числе, весь март говорят о том, какие великие и прекрасные женщины-художники существуют, существовали. То есть вы сейчас предлагаете слушателю дозвониться и назвать любую знаменитую женщину-дворцу нашего прекрасного мира, творца. Слушайте, на самом деле, у нас в основном на слуху это мужчины, да? У вас все время на слуху мужчины. Я который эфир тебе уже об этом говорю, Володя? Слух у нас заточен, видимо, как-то так. Во всех сферах. Игнорируем. А последний наш с тобой эфир по поводу губернаторства показал, что жители города Кирова вполне себе представляют на посту губернатора женщину. Да, в принципе, наверное, находящиеся в студии, наверное, вполне себе представляют. Признать о том, что в основном прекрасные явления в нашем мире связаны с любовью, красотой, связаны в первую очередь с женщинами. Пусть хоть мужчины говорят, что это не так, но это так. Известная женщина, художник. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здрасте, как вас зовут? О, Константин. Серебрякова Зинаида. Хочу художественный музей. Отлично. Да, подходит? Художественный музей. Замечательно. Не кладите трубку, сейчас вам объяснят. Да, подождите, еще не выбрал у нас... Художественный музей. А, художественный музей, все. Имени Воснецова, конечно. Конечно, все, все мы отдаем. Так, у нас остаются билеты на двоих на концерт Томи и Эммануэля, австралийского гитариста-виртуоза на 5 апреля. Драмтеатр сегодня вечером и завтра вечером. Театр на Спасской завтра вечером. Одна книга у нас еще осталась. Город не принимает. Книга, давай я немножечко про нее скажу. Противоречивая, увлекательная, нелицеприятная, жестокая и возвышенная книги о юношеском становлении, любви, поиске смысла жизни, яростной борьбе за существование, за то, чтобы остаться самим собой. Там есть нецензурная лексика, поэтому не детям книга предназначена. Реклама у нас сейчас будет небольшая, мы продолжим очень скоро. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Культ поход. Володя, что такое снукерный стол? Снукерный стол, не специалист, не скажу. А вот партнер программы Бильярдный клуб Бест предлагает снукерный стол. А мы с тобой оба не знаем, что такое. Ты продает снукерный стол? Нет, нет, там вот 9 столов американского пола, 6 столов русского бильярда и снукерный стол. Ты не знаешь, что такое снукерный стол? Я по инструментам могу что-нибудь рассказать. Что такое снукерный стол, господа? 211-101. Позвоните, расскажите нам, пожалуйста, а мы вручим вам какой-нибудь приз. У нас есть еще билеты на концерты, в театры. У нас есть еще одна книга. Есть детский концерт завтра в филармонии. И у нас есть пригласительный в галерею прогресса. На Оскаршотс. Это короткометражки, которые претендуют на Оскаршотс в 2017 году. Есть такая традиция в галереи прогресса. Ежегодно, да, собственно, представлять. Ежегодно ведь вы это делаете? Самое главное, что, Владимир, это происходит в моменте. Практически, как бы, премьеры происходят одновременно с Москвой. То есть 23 марта, это у нас получается сверк. Как раз мы будем показывать пять короткометражек. Они все европейские. Претендующие на Оскаршотс в 2017 году. Я могу дословно дочитать даже одну из короткометражек. Потому что многим будет понятно. То есть шорт-листья игровых короткометражек, претендующих на Оскаршотс в 2017. Только европейцы. Роскошная франко-швейцарская фантазия. Женщина и скоростной пояс с великой Джеймой Биркин. Образец сентиментальной красоты в духе Амели. Вот французский психологический триллер о пороках европейской демократии, внутренней еврегии и так далее и тому подобное. А еще есть «Тихие ночи», еще есть «Хор» из Венгрии, еще из Испании есть комедия «Таймкот». Да, но я хочу отметить, что они всегда... Это очень тонкий юмор и всегда как бы глубокое содержание. Традиционно пользуются спросом? По короткометражек. Да. Ну, секс и соц побеждают все возможные посещения. Мы показывали два и просили третий, но решили, что третий остановимся пока. Еще раз повторим. 23 марта в четверг в 19.00 в галерее «Прогресса» на «Горького 5» будет как раз-таки показ этих пяти короткометражек. У нас есть слушатель. Алло. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Михаил. Михаил, простите за нашу темноту. Что такое снукер, Михаил? Что такое снукерный стол? Снукерный стол выставляется фишки. Михаил, плохо вас слышно. Еще раз давайте попробуем. Снукер – это разновидность гильярда. На стол выставляются фишки. Фишки? В общем-то, удары замазываются фишками. Всегда набираются штрафные очки. Вы играли когда-нибудь в снукер? Давно-давно. А, все-таки играли. Я-то вот не сталкивалась никогда с этой формой бильярда. Там действительно особые правила. Всем, кому интересно, как этот самый снукер выглядит и как в него играть, пожалуйста, в бильярдный клуб «Бест». У тебя в поисковике набрал слово «снукер», и мне сразу интернет предлагает купить снукерный стол. Можно не покупать, можно сходить билет. Минимум за 110 тысяч рублей предлагают. Вот так вот, ты понимаешь? Да, да. Пожалуйста, какой приз вы хотите получить? Никакого. Еще раз? Никакого. Никакого? Почему? Никогда. А вам просто хотелось рассказать про снукер. Это интересно. Ну, может быть, подарите кому-то один из предлагаемых призов. Это будет приятно получить накануне выходных. Ну, хорошо. Такой жест доброй воли. Словстве сделал. Я не очень поняла, что там было в конце. Вам хорошего дня тогда. 211-101. Хороших выходных. Тогда следующему звонящему я прямо два приза могу вручить. Не надо два. Не надо? Вопросы есть у нас еще. Ладно, хорошо. Есть вопросы. Ты сегодня, да, застрельщик. Еще один вопрос с меня. Хорошо. Гораздо моложе Курта Рассела, отечественная актриса. Так вот сейчас не надо произносить работы, в которых она участвовала, потому что это будет мой вопрос. В общем, 22 года сегодня исполнилось. Елизавете Арзамасовой, российская актриса, молодая, театр и кино. Ну, безусловно, путевку в жизнь ей дал популярный телевизионный сериал. Название которого я хочу сейчас услышать от кого-то из наших слушателей. Есть небольшой фрагментик 20-секундный. Давайте вот услышим голос Елизаветы в этой работе, киноработе. Васнецова, слушаем вас. Расскажите нам о свойствах логарифма. Галина Сергеевна, я не выучила. Молодец. Васнецова, за чисто сердечное признание могу вам на бал повысить оценку. Садитесь. Два. Итак, Дима сегодняшнего урока. Тихо. Тихо. Сорвалась, сорвалась девочка. Тихо. Прекрасная актриса, между прочим. И такой образ-то у неё, да, такой был? Замечательная. Редко такого. Ну вот она снимается сейчас в серьёзных фильмах, серьёзной театральной постановке. Она повзрослела, как-то она так возмужала, как? Женственной стала, да, такой? Повзрослела. Повзрослела, в общем, да. Симпатичная тётя молодая. Слушаем вас. Алло. Алло. Алло, да, как вас зовут? Константин. Константин. Константин, смелее, а то что-то как-то плохо слышно. Говорите громче, да. Трубку громко. Нет, немножко голос просто. Лиза Аразамасова где прославилась? В каком сериале? Нет, что-то трудновато, не смотрю сериалы. Вот. Ну, хорошо, будем ждать другого звонка. 211-101. Елизавета Аразамасова, 22 года сегодня. Очень известный сериал. А некоторые даже за такой ответ дали бы приз. Очень известный сериал. Потому что человек не смотрит сериал, а другими вещами совершенно занимается. Несколько сезонов было, по-моему. Молодой папа прекрасно. Ну, тоже спорно, кстати. Папу играет актер. Тоже спорно. Сын другого известного актера. Алло. Алло. Да, добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, Елена. Елена. Вы знаете правильный ответ? Папины дочки. Ну, конечно, папины дочки. Сколько, кстати, там у папы дочек-то было? Это штук чуть-чуть. Пять. Пять. Елена, молодец. Молодец, Елена. Итак, Елена. В театр пойдете? В театр. Да, на Спаску, если можно. Театр на Спаску. Завтра над Кукушкиным гнездом. Пожалуйста, билет пригласительный на два лица. Не кладите трубку. Сейчас вам объяснят, как забрать билет. Подчеркиваю. У нас остается буквально пять минут. Дмитрий, если говорить о более какой-то отдаленной перспективе мероприятия Галерея и Прогресса. Что-то из традиционных будет повторяться? Будут ли какие-то новинки? Ну, мы не сторонники повторяться, как в сериалах. Наоборот, в смысле, современное искусство. Значит, вы знаете, вот есть в мире галереи, которые... Они вот, художники создали выставку. Выставка идет две недели. Она закрывается. И вот после этого, вот то, что они сделали, это уже не является современным искусством. И вот, ну, волна вчера, фильм тоже про это. То есть это рождается здесь и сейчас. Потом это уже становится классикой. Когда это уже прожито, когда это уже предъявлено, когда это уже... Ну, вот все прекрасные, великие какие-то создания рано или поздно переходят из андеграунда в мейнстрим. Как бы люди со скептическим восприятием как бы всего этому не сопротивлялись. Если говорить о Лейте. И поэтому мы хотим сделать... Мы шли к этому очень долго. Нужно было для этого выделить время. Мы хотим сделать биеннале молодого искусства. Это очень важно, потому что молодые художники, к сожалению, в нашем городе, области не могут себя реализовать. Причем это будут не только городские художники. Мы хотим подтянуть всю область, чтобы молодые художники могли встретиться. И к этому еще устроить образовательные лекции, чтобы они могли вдохновиться и понять, что они кому-то нужны. Они хотя бы нужны друг другу. Познакомиться и общаться. Этого вполне будет достаточно. Даты проведения. Я думаю, что лето. Молодое искусство — это летом. Это будет такая уличная акция или это будет в галереи внутри? Это будет и уличная акция, потому что стрит-арт, граффетти — это то, что мы действительно любим. И это будут внутренние выставки. И не только выставка. Возможно, будет перформанс и лекции. Обязательный образовательный кластер будет включен. Возможно, с приездом экспертов из Москвы. Ой, замечательно. Прекрасно. Давайте еще что-нибудь разыграем. Дмитрий, хотите задать вопрос? У меня-то есть еще вопрос. И у меня. Главный вопрос про женщин-художники я сегодня задал. И не будем размениваться. И, может быть, вы, Владимир? Светлана. Да, я могу подготовить наших слушателей к воскресенью, когда снова можно будет поучаствовать в викторине и выиграть замечательные призы уже для своих детей вместе со своими детьми. В эфире нашей радиостанции каждое воскресенье с 10 до 11 утра. Большая познавательная программа. Как она называется? 211-101. Одним словом. 211-101. Еще раз напомню. Володя Сметанин там тоже присутствует. Давайте еще раз напомним, что у нас есть. У нас драматический театр. У нас есть сегодня и завтра драм-театр. У нас есть билет на двоих на концерт Томи и Эммануэля на 5 апреля. И у нас есть книга Кати Пиццек. Есть телефонный звонок. Под названием «Город не принимает», да? Здравствуйте. Добрый. Как вас зовут? Меня зовут Егор. Егор. Ответ ваш. Как называется эта программа? Это программа. Дай почитать. Нет. Конечно же нет. Мы говорим о викторине, познавательной викторине, интерактивной программе, где можно участвовать детям и выиграть призы так же, как делают сегодня более удачливые слушатели, чем вы, к сожалению. Так, 211-101. Есть еще время. Можете позвонить и ответить на этот вопрос. Как называется? Познавательная большая программа. Детская, не только детская, которая в 10.05 примерно стартует каждое воскресенье. У нас тут ребята бывают замечательные. Запомнилась мне последняя открывашка, конечно, Саша Копылевич там не давал скучать. Алло, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Светлана. Как называется? Это открывашка. Правильно, Светлана, совершенно верно. Вы, Светлана, открывашку слушаете вместе со своими детьми? Да, да, слушаю. Замечательно. И в это выходные тоже слушайте. У нас будет чудесная совершенно тема. Володь, какая тема будет? Мы будем говорить про домашних питомцев. Да, и у нас тут даже с кошки придет целый замечательный ветеринар и расскажет нашим детям, как нужно с детьми, с животными общаться дома. Что вы хотите, Светлана? Какую прессию? На Томми Мануэль. Прекрасный выбор. Прекрасный выбор. Ну, просто бог, бог такой гитарный. Один из самых известных гитаристов планеты. Вятская филармония, 5 апреля. 5 апреля. Не речи, шутить инструментом. Инструментом. То есть, насколько он владеет им, что очень замечательно. Я не знаю, будет ли на Кировском концерте что-то такое показываться, но вот просто весь зал откликается на его эти прибамбасы на гитаре. Здорово, да? Ну, воспитанных людей принято про себя говорить в последнюю очередь, если вы позволите. То есть, 1 апреля нам исполняется 6 лет, и будет день открытых дверей. Будет что-то обязательно интересное. Программу мы где-то выложим на следующую неделю. Всех очень рады видеть. 6 апреля. Ну, мы об этом обязательно еще расскажем. 1 апреля. 1 апреля. 6 лет. 1 апреля. 6 лет деятельности. Мы обязательно об этом еще скажем, а пока благодарим нашего гостя. Спасибо вам. Горькова, опять еще раз напоминаем, находится в Галилее Прогресса. Дмитрий Шиляев, директор этого заведения. Заведение. Заведение. Это прекрасно звучит. Не учреждение же. Не учреждение, не ведомство. Конечно. Спасибо большое. Завершается на этом сегодняшняя программа Культпоход. Я не прощаюсь. До встречи в программе. Сделано в «Бятке», который начнется через 20 минут. Сегодня мы будем говорить с Евгением Питуниным о музыке, кстати. О меломанах. И я не прощаюсь. Я через час в программе «Слушайте доктора». Культпоход.